Письмо раздора. Руководство обл.администрации, не посоветовавшись с главами сел и районов Одесской области, отправило новый перспективный план деления региона на громады на согласование в Кабмин. 14 мая документ ушел в Министерство регионального развития, поскольку близится дедлайн. Против плана митинговали жители нескольких южных районов. Например, финансово-благополучному селу Зыря не дают стать полноценной АТГ, а присоединяют к Сарате. Работа проведена не до конца профессионально. Это говорит о том, что этой работой занимались люди, которые не являются жителями Одесской области. А сегодня таковы являются как главы администрации, так и люди, которые отвечали за эту реформу децентрализации. Что касается сегодня села Заре. Вы знаете, в законе прописано, что громадой может быть одно село, то есть одно и более сел. Мы ухватились за эту идею. Многие проезжают село Заря, прекрасно понимают, что и видят, село динамично развивается. Второй день возмущаются жители Беляевского района. Непонятно, по каким критериям теплодар присоединяют к маякам, а успешную недавно созданную Ясскую громаду добавляют к Беляевке. Жители многонационального Болградского района выступают против создания сразу пяти громад. Митингующие требовали сохранить район, в котором немало состоятельных сел. Принудительное разделение или поглощение неуместно. Это единственный вопрос, который у нас полная единодушия, стопроцентное единое мнение о сохранении Болградского района как целостно административную территориальную единицу. И мы на пальцах не хватит, сколько перечислить, сколько начиная с 2015 года мы решение сессии, обращение, сходы села, сходы общественности всего района направляли в администрацию президента предыдущей власти, в кабинет министра, в Верховную Раду, в обл. гособл. везде. Но, к сожалению, мы не были услышаны. Процесс создания перспективного плана курирует первый зам Вячеслав Овечкин. Но к людям вышел объясняться директор экономического департамента Дмитрий Радулов. Согласно данной методике, не может сельский совет оставаться один, не выдерживая формата объединения с кем-либо. И именно это сегодня является камнем преткновения. Это то, что данный сельский совет не может остаться одним. Но Зарянский сельский совет, жители, наверное, села Зарян, очень сильно хотят этого. К сожалению, сегодня это нарушение методики. Методика правительства не догма, говорят в Ассоциации городов Украины. Закон на стороне сел, которые изъявили желание самостоятельно формировать громаду. Это письмо, оно кроме как возмущения, кроме как раздражения у экспертов, возмущения у представителей органов местного самоуправления, ничего вызвать не может. И это может приводить к митингам, конфликтам. Извините, завтра еще решат они дорогу перекрыть, какого-нибудь национального значения. Это все категорически не государственный подход. Иногда у меня впечатление складывается, когда обл. администрация по 10 раз за месяц меняла планы, что это просто, ну вот пришли к человеку, который это рисует, какие-то люди, говорят, давай так, ну давайте. Новый спорный план от обл. администрации собираются рассмотреть уже в эту среду на заседании Кабмина. Напряжение в районах снять пока не удалось. Виталий Хемий, Владимир Ивжич, телеканал Репортер.